Мы пришли в одно из самых популярных заведений, оно маленькое вот такое, но здесь готовят самые вкусные суши, и вечером сюда очень трудно попасть, потому что надо записываться. Вот, и мы пришли утром к самому открытию, он открывается в 11.30, мы сейчас уже... В 11.45, сейчас в 11.45, открывается в 11.30, то есть можно к самому открытию, пока здесь не очень много, но вечером здесь, я говорю, здесь в очереди кивами суши ресторан, и вот люди готовят прям суши при вас, и сюда сюда приходят кушать и наслаждаться вкусом, потому что по отзывам здесь очень вкусной суши, сейчас мы портестируем, попробуем и все вам расскажем. Мы заказали суши сеты, туда входят помимо набора суши и роллов, на какой-то такой вот, типа жульяна нашего, мисусу, и стоит набор такой сто пятьдесят тысяч. Ну, ресторан не дешевый, но надеюсь, что это того стоит, потому что хочется вкусных суши. Еще взяли Калифорнию, смотрите, какие куски, там рыба, и самое главное, что рыба здесь свежая, не как в России, да, охлажденная, замороженная, а именно свежая. Вот это все стоит сто пятьдесят тысяч, ну, кроме вот этих двух паттеров, которые я в Калифорнию наложу. Плюс супница и плюс вот тут, типа, жульяна, которую мы едем. В принципе, за такие деньги вкусное суши это недорого. Сюда, кстати, очень много приходит японцев, которые вообще-то суши горят в культ, а они говорят, что здесь еще вкусно готовят. Вот что я хотел сказать. Прямо сами к тебе подходы говорят? Ну и ко мне, к красавалу. Пока. Вот это суши. Риса мало, а рыбы много. Во. Заканчиваем мисо супом. Ну, как-то вот мисо суп я не очень. То есть, я пробовал и лучше. А вот с суши, сашими, вот так вот. Наш общий счет получился на пятьсот пятьдесят шесть тысяч. Судите сами, много ли это или мало, потому что рыба здесь свежая, во-первых, ее здесь много, в нее кладут мало риса и много рыбы. И если бы заведение было бы плохим, оно бы не вызвалось такой популярностью. Потому что люди сюда приходят и записываются, и ждут, готовы ждать по полчаса в прайм-тайм. Вот хватит. Второй тысячерублический. Да. Я перевел. Нормально. Ну, как в Москве практически. И что я хотел сказать, мы когда сюда пришли, народу никого не было. А сейчас, смотрите, уже все битком, и люди стоят на улице, ждут своей очереди. Еще раз хочу обратить ваше внимание, то что во Вьетнаме есть время обеда. Как у нас было в Советском Союзе в свое время. И здесь заведения, рестораны в основном работают с утра, потом у них пару часов перерыва, как называется, дневная сиеста, и потом уже вечером. Данный ресторан работает с 11.30 до 13.30, потом у них перерыв, и потом только с 17.30, ну 22.00. То есть, понимаете, да, перерыв большой, поэтому не попадите, а то не удастся поесть вкусной еды. А мы идем дальше, потому что у нас сегодня еще много дел и много всего, чего мы хотим вам показать и рассказать. Вперед! Гуляли и догулялись. Мы на пляже Ничанга. Сейчас посмотрим, как это выглядит, потому что мы сегодня купаться, в принципе, не собирались. Но посмотреть нам никто не запрещает. Ну, здесь так цивильненько по сравнению с Паракай, где нет лежаков, здесь вот они есть. Водичка, цивильненько, хорошо. И очень жарко. Ну, что можно сказать, в принципе, береговая линия достаточно широкая, есть лежаки. И можно лежать на своих полотенцах, я смотрю, люди просто лежат, значит, это разрешено. Опять же, да, не очень чисто, я смотрю, на песке валяются бутылки. Море вот такое. Ну, я не сказал, что прям грязно. Ну, не грязно, но просто не идеально чисто, конечно. И море вот такое, тоже там плавают пакетики, но не так, конечно, как в Паттайе, на Джамтьене, там еще более грязно. Здесь вода прозрачная, потому что я смотрю отсюда и вижу дно. И цвет, конечно, шикарный, потому что он такой какой-то изумрудный, переходящий в синий и переходящий там потом в темно-синий. Ну, вообще классно, мне нравится. И здесь, кстати говоря, сразу глубоко, то есть здесь с детьми так особо не поплаваешь, надо быть всегда на чеку. А так, в принципе, прикольно. Итак, прогуливаясь по набережной, естественно, вы попадаете на самое знаковое место встание. Это, как бы, считается символом города розовый цветок лотоса. Вообще, лотос во Вьетнаме, особенно розовый лотос, считается очень священным цветком. И его очень любят, и всякие семена, и все остальное его используют и в еде, и в лекарствах, в общем, везде используют. Поэтому символично, что здесь стоит вот это здание, посвященное вот этому замечательному цветку. Раньше на месте этой конструкции стоял памятник воинам-освободителям данной провинции. Но потом его было решено перенести в другое место, и сейчас здесь красуется вот это здание. Оно не представляет какой-то исторической ценности, потому что это новодел. Он был построен в 2008 году, и внутри проходят разные выставки, биеннале. В общем, все, что связано с культурной жизнью Ничанга, такое, что может уместиться туда, проходит здесь. И считается, что это очень хорошее место для, ну, хорошая площадка для подобного рода выставок. Красиво! Вчера вечером, помните, мы здесь ходили. Это рынок вот тот самый, где продается много всяких сувениров, где много русских, русскоговорящих. Вот. И днем это выглядит вот так, все закрыто, естественно, потому что очень жарко. Сейчас вот мы под прямым солнцем палящим спешим на гостиничный номер для того, чтобы немножко поостыть. В общем, да, жарко, начинается сухой сезон, и уже днем не погуляешь. Еще одно место, которое мы хотели бы в этом выпуске вместе с вами посетить, это торговый центр. Здесь их много, ну, не много, но они есть. Торговые центры крупные, это не Баракай, здесь, как бы, здесь много туристов, и, соответственно, много торговых центров. Поэтому и много места, что самое главное, где построить. Сейчас мы зайдем в один из них, который находится рядом с нашим отелем, называется он Винком Плаза. Посмотрим, что там, покажем вам, и, ну, в общем, сюда сами увидите сейчас. Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, торговый центр оказался вообще ни о чем, потому что, ну, если вы хотите пошопиться, то здесь у вас не будет выбора большого магазина, потому что он сам по себе не очень большой. И здесь есть какие-то сувенирчики. Ну, в принципе, если вам нечем заняться, да, когда на улице жара, здесь достаточно приятно находиться, то вы можете приехать сюда, походить, попросить. Я знаю, что девочки это любят, а мы нет, поэтому быстренько спускаемся вниз. Тут есть супермаркер на втором этаже. Нам надо кое-что купить, например, от комаров штука, потому что здесь есть комары. Ну, в общем, вот такая штука 28500. Надеюсь, она нам подойдет. Соскучился я уже по Мангустино, но здесь покупать не буду. 116500 получается. 200 300 рублей. Примерно. Итак, у нас снова вечер. Мы сегодня решили далеко не уходить от отеля и зашли в соседний переулок, где есть такая кафе, которая называется Nemo. Мы заказали себе поесть. У меня есть салат Цезек с тунцом. Сразу могу сказать, что он не очень вкусный. Я уже попробовал, потому что слишком много майонеза. И я заказал себе еще вот такие вкусные мидии, не мидии, моллюски. Они в раковинках продаются и с каким-то вкусным соусом, надеюсь. По ценам, значит, сейчас точно не помню, но когда получим счет, я вам расскажу. Здесь, конечно же, дешевле, чем в кафешках, поэтому мы сейчас будем все это кушать и есть. И потом уже включимся и я расскажу, что есть и пить. И потом все это прокомментирую уже в конце, когда получим счет. Все. Нам приятного аппетита. Так, нам принесли наш чек. Смотрите, салат стоит 70 тысяч. Мидии, вот эти, моллюски 55. Куриный стейк 75. 30 тысяч смузи и напиток мой мохито 35 тысяч. Все вместе у нас получилось 265 тысяч. Еда, кстати говоря, невкусная, потому что в этом самом салат вода я могу сказать. Там все плавает в майонезе. Маллюски есть вообще ничего. И стейк оказался резиновым и безвкусным. В общем, как бы не рекомендуют кафе, сами больше сюда не пойдем. Зачем тратить деньги на то, что невкусно? Лучше переплатить и покушать вкусно, да? А на этом мы будем с вами прощаться, кладя... Кстати, видите, какие здесь деньги? Такие же пластиковые, как и были в Малайзии, в Сингапуре. Кладем деньги и с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставьте колокольчик, потому что наше приключение в Нячанке только началось. Соответственно, будет много всего интересного. Увидимся в следующей серии, где мы уже снимем байк и поедем исследовать этот замечательный курорт. Все, любим, целуем, до новых встреч, пока!